Чиновники и законотворцы предлагают из 14 ныне существующих обязательных дисциплин оставить всего 4. Физкультуру, ОБЖ, предмет под названием «Россия в мире». Кроме того, пускник должен подготовить так называемый индивидуальный исследовательский проект. В этом списке, как видите, нет профильных математики, литературы, государственного русского языка. Одну из этих дисциплин старшеклассник может теперь выбирать по своему усмотрению. Это, конечно, переход на профильную школу, которая предполагает выбор каждым учащимся индивидуального образовательного маршрута. Основная цель стандарта – воспитание патриота своей страны, патриота своей родины. И поэтому, наверное, неспроста разработчиками в обязательный вот этот блок предметов и включены такие, как «Россия в мире». По мнению педагогического сообщества, западная модель образования окончательно погубит некогда лучшую в мире русскую фундаментальную школу. Людмила Михаленко, педагог с почти полувековым стажем от реформ, ничего хорошего не ждет. Хотят образование полностью до конца разрушить. Как и так, Россия, русский язык, ты берешь или не берешь? А что мы будем говорить тогда о гражданственности? Как сказать о том, что математика не основной предмет? А тогда кто мыслить-то будет? Я знаю только литературу, но я нисколько не знаю, как поверить в высоту дерева, как измерить ширину реки. Он будет неинтересен обществу. Законодатель планирует дать 15-летнему подростку слишком много самостоятельности. К примеру, если ребенок выберет математику, он вполне может не знать Пушкина, Лермонтова, других классиков и даже не появляться на уроках русского языка и литературы. Наверное, не стал бы ходить. Все-таки зачем же это? Мы все-таки взрослые уже люди, мы можем сами выбирать себе предметы. Вообще не дожжем бы никаких обязательных. Предполагаемая самостоятельность пока не освобождает старшеклассников от единых госэкзаменов. На уроки можно и не ходить, однако хотя бы элементарные знания по той же математике выпускник иметь обязан. Учащийся старшей ступени, да, обязан будет выбрать хотя бы на базовом уровне для того, чтобы ему сдать единый государственный экзамен. Русский математика – это то, без чего вообще нельзя обойтись. Зачем четыре вот только вот этих обязательных и только потом один? Это еще не до конца проработанная система. Со старшеклассником согласно педагогическое и родительское сообщество в адрес президента Дмитрия Медведева и председателя Государственной Думы России Бориса Грызлова уже поступило немало предложений. Тем временем эксперимент по внедрению нового образовательного стандарта старшей школы начнется в трех школах Оренбуржья уже в сентябре этого года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова